Волны являются виднеющимися. Дальше я даю дословный перевод. Лесенька совершенно изумительная. Художественный перевод. Я его, скажем так, после долгих размышлений, литературный, я его какое-то время называл литературным, но перед нами мы все пишем литературным языком, мы же не пишем каким-то жаргоном. Перед нами все является, даже дословный вспомогательный перевод является литературным, хотя он и тяжеловесный. Художественный перевод. То есть художественный перевод. Пусть медлительность вашего ума, они медленно разрушают медленно текущие ганганы, которые свои омовения и другие ежедневные ритуалы с радостью производят великие провидцы, духовное омрачение которых теряет свою силу из-за череды набегающих мощных накатов прозрачной воды, что плещется. Плещется я, конечно, добавил, но поскольку уже был перед этим дословный перевод, я это слово плещется не беру в скобки, да? Плещется в выбоинах на берегу, своевольно прыгая вверх, и гордыня которой неимоверно возрастает из-за огромных волн, которые вздымаются ввысь и валят в воды, реки, высокие и пышные деревья от переката этих огромных волн, это опять же от переката, или от ката, может быть, этих, следовало от отката, может быть, написать, этих огромных волн, в реке открываются норы, в которых сидят огромные лягушки. Я так себе представляю, что где-то вот немножечко, когда большая волна накатывается, она накатывается, потом откатывается, и где-то вот прибрежный ил, там эти толстые лягушки сидят и глазками своими, лопоглазами выглядывают, и квакывают. Не только самаса, внутри самасы, внутри самасы, а тут и мысли внутри, мысли внутри, мысли внутри, мысли внутри. Да, да, да. И я думаю, здесь, конечно, во многом это все, ну, то, что называется, такие вот ассоциации, которые, может быть, ну, я не знаю, да, что там думал автор, потому что, опять же, переводчик этого текста Ганганатха, хотя он перевел более просто и менее правильно, чем я, это сто процентов. Есть английский перевод, в общем, ну, пандиты, известного пандита, но пандиты обычно вот дословностью переводов, они, как известно, не заморачиваются, так, как пример, как-то пересказывают, потому что санскрит, как они считают, все равно невозможно точно перевести, в чем они, конечно, ошибаются, но тем не менее. И вот я взял, так, это перевод на английский, его, может быть, тоже надо чуточку было поправить, уже руки не дошли, это сам комментарий. И вот, например, вот наглядный пример, я называл удвоенное бахуврихи, и я понял, что это не то, что я в прошлый раз говорил, это не анейкапада бахуврихи, потому что анейкапада бахуврихи в книжке, а, вот, в холостическом санскрите, она связана только с разной возможностью анализа, если у кого-то это есть, я думаю, что у всех у вас есть, это параграф 1.65.5, 1.65.5, страница 132, и следующее, она связана с, здесь связана именно с бахуврихи, которые с разными окончаниями женского рода. Довольно сложный случай, но это вот не наш случай, это не наш случай, а нас простенький такой композит, ну, насколько его возможно было составить простеньким, Адрыш Тапара Шанте Джалу Магарнава, Великий океан Магарнава, который вот Адрыш Тапара Шанте Джалага.